Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. С подъезда выходишь, чистота. Идет проезжая часть между домами. Не чистилась вообще, от слова вообще. Встреча с работниками научно-производственного предприятия «Звезда» в формате выездной администрации состоялась на территории завода. Также проверяем, как масса реагирует. Отчетовы в данных ситуациях, их действия. Сотрудники Росгвардии провели тактические учения. Каждый выбирал мероприятие по своим интересам. То есть у каждого был свой распорядок дня, свой режим. Как прошел Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, узнаем в выпуске. Культура – это часть моей жизни. Я не мыслю себя вне этого. Работников культуры поздравили с профессиональным праздником. А теперь подробнее о всех событиях. Прошло 9 дней со дня теракта в Крокус-Сити-Холле. Люберецкая станция переливания крови после трагедии работала в экстренном режиме и продолжает принимать доноров. Подробнее расскажет наш корреспондент. Люберецкая станция переливания крови начала работу в 8 утра. Перед забором крови доноров осматривает врач-трансфузиолог. Здесь принимают жители не только городского округа Люберцы, но и всего Подмосковья. За одну донацию крови забирается 450 миллилитров крови. И далее мы ее разделяем на компоненты. Человек должен быть здоровым. Вес не менее 50 килограмм. Желательно, конечно, накануне кроводачи не кушать жирного, жареного, острого, не употреблять алкоголь. В день кроводачи обязателен легкий завтрак. После трагедии очередь желающих помочь пострадавшим выстроилась еще до открытия. А на станции приема донорской крови организовывали дополнительные рабочие места. Уже к полудню количество людей, сдавших кровь, превысило 100 человек. Знаю, что при таких событиях нужна кровь. У меня первая резус отрицательная, она такая, ну, как бы редкая. У меня дочь собиралась на этот концерт. То есть дочь в церковь послала свечку ставить. Она собиралась, не пошла, потому что не было билета, которого она хотела, чтобы поближе. А было очень далеко, ей очень нравится эта группа. И она сказала, нет, так далеко не пойду. У меня у знакомых соседей оказались там. Они попали вот как раз в этот момент, они успели эвакуироваться и помогали пострадавшим эвакуироваться оттуда. Это наш долг, это трагедия для всей страны. Это касается каждого. Каждый мог оказаться там на месте тех, кто пострадал. Кто-то оставил, я оставила дома двоих детей, пришла сюда. Люберецкая станция переливания крови работала до последнего желающего помочь. Прием доноров работники отделения завершили только в 12 ночи. Лишь за один день, 23 марта, пришли 220 человек. Собрано 99 литров крови. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В городском округе почтили память погибших в результате теракта 22 марта в концертном зале «Крокус-Сити-Холл». 23 марта к ограждению часовни всех святых на Октябрьском проспекте возложили цветы и зажгли лампадки. Люберчане приходят семьями. После возложения цветов люди не торопятся расходиться. Среди пришедших глава округа Люберцы Владимир Волков и представители общественных организаций. 24 марта, в день общенационального траура, сотни люберчан пришли почтить память погибших. Алые гвоздики на мокром холодном асфальте. К стихийному мемориалу у часовни на Октябрьском проспекте люди второй день несут цветы. Страшная трагедия не оставила никого равнодушным. Здравствуйте, почему вы сегодня решили прийти? Вы знаете, я вчера возвращалась поездом с моря и в 9 часов мы узнали о этой трагедии. Весь поезд, весь наш вагон, мы все рыдали и плакали. Это такая трагедия, погибли совершенно безвинные люди, и как не прийти, как не помянуть их. Не могла сегодня не прийти общая скорбь, общая боль, особенно за погибших детей. Ну, такая трагедия, что, мне кажется, равнодушным никто не остался. Десятки людей в этот скорбный день собрались у часовни на Октябрьском проспекте. Люберчане зажгли свечи, молились об упокоении душ невинноубиенных и выздоровлении пострадавших. Ровно в полдень началась минута молчания. К стихийному мемориалу продолжают нести цветы и мягкие игрушки. Среди погибших есть дети. Ужасное событие. Нам очень хочется показать, что мы скорбим по людям, и мы очень сочувствуем всем семьям и погибших, и раненых. Хотим показать, что народу не все равно. Восемь вечера тысячи городов России зажгли свечи памяти. Люберчане, от мала до велика, собрались у часовни, чтобы еще раз отдать дань памяти погибшим во время теракта в Крокус-Сити-Холле. Эта трагедия отзывается болью в сердце каждого россиянина. В этот тяжелый день я и моя семья пришли почтить память погибших. Мы сделали вот таких вот белых журавлей в память о них, чтобы возложить их к нашей часовне. Я тоже не могла сегодня не прийти, потому что для нашей страны, для семей погибших, это огромный день скорби. И я считаю, что каждый из нас должен почтить их память земляным пухом. Теракт в Крокус-Сити-Холле стал крупнейшим в истории России со времен Беслана. И если бы не героические поступки людей, которые находились в здании, жертв могло быть еще больше. Посетители концерта прикрывали собой близких, выхватывали автоматы у бандитов, оказывали помощь раненым. Невероятное мужество проявили даже дети. Подростки Артем Донсков и Ислам Халилов, которые работали в гардеробе, вывели с места трагедии сотни человек. Поступок юных героев не остался без внимания. За последнюю неделю эти ребята привыкли к прицелам камеры фотосессиям. С Артемом и Исламом встречаются не только журналисты, чтобы взять у них интервью, но и представители спортивных и общественных организаций, чтобы лично поблагодарить за мужество и спасение жизней во время чудовищного теракта в Крокус-Сити-Холле. Я горд, что у нас в России есть такие ребята, как вы, которые проявили такую сложную минуту инициативу. Может быть, могли бы сами быстренько уйти и не помочь, но вы сделали большое дело благородное. В сердце российского физкультурно-спортивного общества «Спартак» юных героев пригласили неспроста. Они фанаты футбольного клуба и в раннем детстве сами занимались в «Спартаке». А теперь у Артема Ислама персональные именные мячи и сувениры, а также медали за заслуги перед физкультурно-спортивным обществом. Мы работаем в сфере спорта, и для нас не только спортивное воспитание детей важно, но еще и патриотическое. Я думаю, не каждый человек бы в данной подобной ситуации смог бы проявить эти качества сильного, мужественного ребенка и подростка. Артем и Ислам учатся в одном классе и сидят за одной партой. И в тот злополучный день вместе находились в Крокус-сити-холле. Подростки подрабатывали там в гардеробе. Во время теракта мальчики строго следовали инструкции о действиях персонала при эвакуации. Страх очень сильный был на тот момент, когда я особенно был с людьми в толпе. Я прям очень боялся в этом моменте. Я потихоньку отвыкаю от того шокового состояния, так как там много внимания. Конечно, спасибо за это огромное. Там общение с людьми мне помогает, и я потихоньку уже отвыкаю от этого состояния. Я видел людей, детей плачущих, и я знал, что они ничего не знают, и только мы им можем помочь. И вот не было никаких других мыслей. Я вот позвонил маме, когда оказался уже, вот, все рассказал. Она очень за меня переживала, спросила, далеко ли я, все ли со мной хорошо. И она хотела за мной приехать, но я вот отказывался, хотел остаться там. Вдруг какая-то нужна будет помощь. Это наша обязанность, это наш долг – спасти людей. Тем более при теракте, да. А то, что кто этот теракт делал, у них нет веры. Несмотря на то, что вся страна называет их героями, они таковыми себя не считают. Но трагедия в Крокусе точно изменила жизнь этих ребят и заставила смотреть на многие вещи по-другому. А после визита в «Спартак» Ислам и Артем решили возобновить занятия по футболу. В администрации провели еженедельное оперативное совещание. О работе, проделанной за минувшую неделю, отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. Совещание началось с минуты молчания в память о погибших в Крокус-Сити-Холле. Об оперативной обстановке в округе доложил Евгений Романцев. За отчетный период в Люберецкую полицию поступило 2200 обращений. Возбуждено 31 уголовное дело, 22 раскрыто по горячим следам. Произошло 215 ДТП с двумя пострадавшими. Отдельное внимание телефонному мошенничеству. Люди начинают звонить, какие-то смс получают, после этого с ваших счетов снимаются деньги, на вас берутся кредиты. Еще раз вас спрошу, если кто-то вам позвонит или кто-то скажет, что у вас там заблокированы счета, какие-то госуслуги заблокированы, позвоните в правоохранительные органы, мы покажем вам помощь. С приходом весны дворовые территории, детские спортивные площадки приводят в надлежащий вид. Коммунальщики очищают внутриквартальные проезды, тротуары и пешеходные переходы от оставшегося снега и наледи, убирают мусор. Всем управляющим компаниям дано поручение ежедневно обходить территорию и тот крупный мусор, который уже вышел из-под снега и который можно собрать, незамедлительно собирать. Еще одной проблемой сегодняшнего дня является определенного рода подтопление там, где в городе отсутствует ливневая канализация. Благодаря усилиям управляющих компаний и Люберецкого водоканала на ежедневной основе ведется работа по ликвидации подтоплений. Продолжается ямочный ремонт дорог. С начала года в округе залатали почти 3000 выбоин. Благодаря современной дорожной технике на устранение одной ямы площадью до 3 квадратных метров уходит не более 5 минут. На текущей неделе подрядными организациями запланирован ямочный ремонт автомобильных дорог муниципального регионального значения по адресам Попова, улица 8 марта, 3-й почтовое отделение, 1-й Лермонтовский проезд, улица Южная, улица Московская, Волковская, Лыдгаринское шоссе. На совещании обсудили содержание контейнерных площадок и вывоз мусора, ликвидацию вандальных надписей на фасадах домов, уборку смета вдоль проезжей части. В дома центральной части Люберец скоро начнет поступать вода высокого качества. Реконструкция одного из старейших ВЗУ, расположенного на улице поселок Калинина, подходит к концу. Оценить результат проведенных работ смогут более 17 тысяч жителей. Водозаборному узлу, построенному 50 лет назад, дали вторую жизнь. Изношенное оборудование старого образца заменили на современное. Масштабная модернизация не только увеличит количество подаваемой воды, а самое главное в разы улучшит ее качество. Заменено все. От скважинных насосов до станции второго подъема, новая станция очистки, абсолютно новая, со станцией обезжелезья, с обратным осмосом. То есть полный комплект. Даже вплоть до частичной перестройки здания. Этот объект обслуживал всю центральную часть города, а также поселок Калинина и часть Октябрьского проспекта. На момент проведения работ дома и социальные объекты переключили на другие водозаборные узлы. Но уже через 2-3 недели здесь проведут отбор проб и запустят обновленный ВЗУ. ВЗУ было и морально, и технически полностью устаревшее качество воды. Жители требовали повысить. И средства были выделены правительством Московской области, губернатором. Соответственно, работы все проведены. До оборудования, которое установлено, нет абсолютно никакого импортного оборудования из западных стран. То есть все замещено на российское, отечественное. И это, конечно же, безопасность в будущем. Модернизация систем водоснабжения в городском округе на этом не завершится. В рамках программы губернатора Подмосковья «Чистая вода» в этом году стартует второй этап реконструкции ВЗУ номер 18. Получить ответы на все интересующие вопросы, не отходя от рабочего места. Такая возможность была у сотрудников научно-производственного предприятия «Звезда». На территории завода в течение нескольких часов работала выездная администрация городского округа Люберцы. Все подробности в материале нашего корреспондента. Дарья Соколова работает переводчиком на научно-производственном предприятии «Звезда». Недавно девушка вышла из декретного отпуска воспитывать трехлетнюю дочь. Молодую маму интересуют вопросы дополнительного образования детей дошкольного возраста. По ее словам, в поселке Томилино нет кружковой секции для малышей. Тот же самый спорт. В одном садике представлено какое-то карате, что-то танцы. В садике, в котором ходит моя дочка, не представлено. Почему? Я тоже готова носить какую-то плату, уделять время, забирать попозже, пораньше, все это обговорить. Нет такой услуги. Я бы очень хотела, чтобы она была. При том, что у нас три детских садика находятся рядом, естественно, детей много, вот таких малышей много. Я думаю, что это действительно будет актуально не только моему ребенку, но и другим детям в том числе. Сотрудники одного из ведущих предприятий округа обратились к властям и по вопросам благоустройства придомовых территорий, обустройства пешеходных тротуаров, площадок для выгула собак и асфальтирования отдельных участков. Рядом с домом находится контейнерная площадка, на которой установлен бункер, еще это большой такой контейнер. И часто, когда грузовой автомобиль подъезжает, он заезжает немного в лужу, грязь и разводит эту грязь по автомобильной площадке. Соответственно, автомобильную площадку убирает его содействие. И получается, люди из содействия, это бесконечный круг. Они постоянно убирают, автомобиль каждый день вывозят, мусор разгребает, они снова убирают. И я попросил там 2 метра, где-то 2 на 10 метров положить от этого асфальта с бордюром, чтобы оградить подсыпание с холма земли и решить этот вопрос. Ряд вопросов представители предприятия адресовали лично главе. Большинство обращений связано с уборкой улиц. После таяния снега дворы требуют особого внимания со стороны управляющих компаний. С подъезда выходишь, чистота. Идет проезжая часть между домами. Не чистилось вообще, от слова вообще. Ваше имя и отчество как? Оксана Евгеньевна. Оксана Евгеньевна, я очень прошу, тоже телефон почему, чтобы эту точку мы поняли, где вы сами показали. Оксана 41, Сергей Николаевич в курсе. Все вопросы, озвученные на этой встрече, представители администрации взяли в работу. Для дальнейшего взаимодействия с каждым заявителем налажена обратная связь. Луиза и Геозарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил ход капитального ремонта многоквартирного дома номер 10 на улице Лорха в поселке Коренёво. Многоквартирный дом построен в 2008 году, но из-за ошибок застройщика спустя несколько лет эксплуатации начались проблемы с фасадом. 17-этажку внесли в программу досрочного капитального ремонта из-за аварийной ситуации. Кирпичная кладка начала отслаиваться, что стало опасным для жильцов. Началось все это в 2020 году. То есть буквально через 11 лет эксплуатации дома. И вот эти массовые обрушения кирпичной кладки, они стали просто опасны для жизни. Люди, дети, все. Дом был красивый, мы на него все рады. Слава Богу, что у нас благодаря главе администрации прекратился этот бардак. Началось плотное взаимодействие с проектировщиком. И пришел новый профессионал добрострой, с которым можно профессионально обсуждать. Капитальный ремонт начался в 2022 году. Сейчас проводятся работы по укреплению фасада. Чтобы защитить жильцов от промерзания, заделаны все трещины. Следующим этапом будет утепление. Главное желание жителей – сохранить вид кирпичной кладки. Подрядная организация находится в контакте с собственниками. И решение найдено. У нас будут 4 этажа. Это клинкирный навесной фасад. С выше 4 этажа по 17-18 этаж. Это будут уже панели, которые будут имитировать тоже кирпичную кладку. Собственники сейчас удовлетворены, можно сказать, на все в 100%. С жителями, с рабочей группой у нас налажен диалог. Вот только что мы встречались как раз-таки с инициативной группой. Они также попросили нас поддержать по новым решениям. Мы полностью поддерживаем жителей. Наша задача – сделать этот дом так, чтобы последующие условно 50 лет, может быть, даже и больше, больше никакого беспокойства не было. Завершить капитальный ремонт МКД планируют к началу сентября. Все этапы работ под контролем администрации городского округа и жителей многоквартирного дома. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. Еще одно новое образовательное учреждение в округе. В поселке Коросково на улице Мичурина продолжается строительство школы. Ее возведение началось весной 2022 года. Глава округа Владимир Волков проверил ход работы. Подробнее в сюжете. Монтаж инженерных систем и отделочные работы подходят к завершению. Сейчас на объекте работает около 150 строителей. Новая четырехэтажная школа рассчитана на 1100 мест. В центральном корпусе – спортивные и актовые залы, большая и комфортная столовая, музей и библиотека. Всего в образовательном учреждении для будущих учеников предусмотрено 44 кабинета. Школа будет разделена внутри на две зоны. Одна – это начальная школа, вторая – это уже старшие, старшеклассники ребята. Конечно же, в школе будут все необходимые кабинеты, оборудованные по последнему требованию образования. Это очень современная школа с большим остеклением, то есть в классах будет светло. Благоустройство территории школы обеспечит школьников всем необходимым. Предусмотрены спортивно-развивающие площадки для младших классов, а также баскетбольное и волейбольное поле и зоны отдыха для всех учеников. Территория школы достаточно большая. Территория – это порядка трех гектар. Конечно же, благоустроена абсолютно пешеходная зона. Вот сзади меня расположена такая зона отдыха. И во время перемен ребята смогут выбегать, отдыхать на тех красивых, современных малых архитектурных формах этой качели и лавки. Работы проводятся в срок. Новая школа распахнет свои двери для учащихся уже этой осенью. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. Мама и папа одиннадцатиклассников проверили свои школьные знания по истории. Люберцы присоединились к всероссийской акции «Сдаем вместе день сдачи ЕГЭ с родителями». За ходом экзамена наблюдал наш корреспондент. Регистрация и рассадка участников в аудиториях. Пробный ЕГЭ все пишут в равных условиях. Отличие одно – родители вместе со своими детьми сидят за одной партой. Одиннадцатиклассник Тимофей Воронов пришел с мамой. Волнуются оба. Первый раз пишу, да, в свое время сдавали экзамены просто по билетам в школе. Вот пришла поддержать сына, чтобы попробовать, посмотреть, как это все проходит, вся процедура. Ну, волнительно, несмотря на то, что, да, как бы просто тренировочное мероприятие, но все равно волнение присутствует, да, как будут чувствовать наши дети, когда придут в день экзамена на экзамен. Мама поддерживает, но все равно история не из самых легких предметов. Его тяжелее всего сдавать на экзамене. Вот, стараюсь, пишу. На решение заданий ЕГЭ по истории в одиннадцатом классе отводится 210 минут. Для сегодняшней акции разработали сокращенные варианты. На все про все 45 минут. Думаем, что те гиммы, контрольно-измерительные материалы, которые выданы родителям и детям, ну, позволят за это время сориентироваться и ответить на некоторые вопросы экзамена. Но все, что касается технологии проведения экзамена, мы соблюдаем в строгом порядке. Во всех аудиториях ведется видеонаблюдение, работают блокираторы связи. Поэтому ни в коем случае нельзя проносить мобильные устройства. Такие госэкзамены для родителей в округе проводят ежегодно. Поэтому многие мамы и папы знакомы с порядком проведения ЕГЭ. Сегодняшнюю акцию «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ с родителями» организовали впервые. И в Люберцах она тоже станет традиционной. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах провели тактические учения по порядку действий сотрудников Росгвардии после реагирования на вызов по сигналу тревожной кнопки. От того, насколько быстро группа задержания прибудет на место происшествия, зачастую зависят жизни людей. За ходом тренировки наблюдал Богдан Колесников. 42-88 по венец. На связи 8-8. Гимназия номер 44. Город Люберцы, улица Авиаторов, дом 3. Сработала ГТС. Характеристика. ГТС расположена на посту охраны. Как принял информацию 42-88? Авиаторов 3-42-88 принял. Выдвигаемся. Сигнал тревоги сотрудники вневедомственной охраны получили, находясь на маршруте патрулирования. Группа задержания выехала на место происшествия и уже через несколько минут была около школы. Отрабатываем тактику прибытия, блокировки объекта, осмотра. Планируется на месяц мероприятие, каждый месяц. Соответственно, каждый экипаж охватывается данными тренировками. И также проверяем, как реагируют ЧОПы в данных ситуациях, их действия. Люберецкие росгвардейцы реагируют более чем на 30 сигналов тревоги ежедневно. Чтобы грамотно действовать во время операции, проводят такие учения. Отрабатываются тактические приемы и навыки личного состава. Сотрудники неведомственной охраны оперативно выехали на место преступления, сработали тактически грамотно, задержали преступника и для дальнейшего разбирательства направили его в территориальный отдел полиции. Взгвардия приехала буквально за считанные минуты. Поэтому спасибо им большое. Мы такие мероприятия проводим, стараемся проводить как можно чаще. Поэтому мы знаем, что мы в безопасности. Поэтому спасибо им огромное. Люберецкий отдел вневедомственной охраны обслуживает территории четырех городских округов. Люберцы, Дзержинский, Лыткарина и Котельники. Ежесуточно на патрулирование выезжают восемь экипажей. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Люберецкая делегация посетила Всемирный фестиваль молодежи, который прошел в Сочи. На площадке Сириуса волонтерами, амбассадорами и участниками фестиваля стали представители 188 стран. Тему продолжит наш корреспондент. Обширная программа включала в себя дискуссии, тренировки, мастер-классы, а также концерты и ток-шоу вместе с известными артистами. Семь дней длился самый масштабный фестиваль молодежи в мире. Среди участников студенты Александр Агафонов и Елизавета Астахова. Для меня поездка на Всемирный фестиваль молодежи – это, конечно же, новое знакомство. Это море положительных эмоций и, наверное, бесконечный опыт. Как для меня в плане организаторской, общественной деятельности, так и опыт, который я получил в плане, опять же, знакомств, выстраивания каких-то коммуникаций и прочего, прочего, прочего. Каждый выбирал мероприятие по своим интересам. То есть у каждого был свой распорядок дня, свой режим. Ты не замечаешь, как проходит день, не замечаешь, как летит время. И поэтому мне сейчас кажется, что я много всего не успела. Именно хочется создать машину времени и вернуться назад. В фестивале приняли участие больше 20 тысяч человек. За навигацию участников отвечали около 5 тысяч волонтеров. От люберецкой молодежи их ряды пополнила Ирина Кузнецова. Перед фестивалем у нас были обучения, нам показывали полностью территорию Сириуса, мы с ней знакомились, смотрели, что где, что подсказывается даже не во время смен. Я работала все время вторую смену, и у нас, получается, все время было загружено. Например, в один день у нас были фиджитал-игры, и вечером мог быть один концерт, мог быть два концерта, например. Прошло две недели после того, как мы приехали, но все равно хочется каждый раз туда вернуться. За помощь в организации и проведении Всемирного фестиваля молодежи глава округа Владимир Волков вручил волонтерам благодарственные письма. Всего от городского округа на фестивале работали 20 человек. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. 25 марта в России поздравляют тех, кто посвятил свою жизнь искусству. В Люберцах работников культуры чествовали в Красковском культурном центре. На торжестве работала наша съемочная группа. День работника культуры – сравнительно молодой праздник. Его отмечают в России с 2008 года. Он посвящен сотрудникам музеев, театров, библиотек, танцевальных и музыкальных коллективов. Объединяет этих людей любовь к своей профессии. Хочется пожелать вам оставаться такими же творческими людьми, такими же позитивными, чтобы всегда все получалось, чтобы событий было еще больше. Конечно, это серьезный труд. Для этого нужна энергия, для этого нужна поддержка в семье. Я желаю каждому из вас, чтобы улыбки на лице, в душе всегда был праздник, семья была надежным тылом. В сфере культуры в округе посвятили себя более 800 человек. Пианист и композитор Анна Турпанова в прошлом году приняла участие в конкурсе «Молодой и талантливый автор», где выиграла грант на создание сборника детских песен. Благодаря стипенции губернатора Московской области она сможет реализовать свою мечту. Это награда уже на создание аудиозаписей студийных, чтобы дети спели это в студии и получилась такая пластинка этих песен. Для меня культура – это часть моей жизни. Я не мыслю себя вне этого. В праздничный день отметили лучших сотрудников. Среди них Армина Пахлеванян. Ее родители хотели, чтобы она стала врачом, но в шесть лет девочку отдали в музыкальную школу. И судьба была предрешена. Армина уже сама преподает уроки фортепиано. Ее ученики – призеры всероссийских и международных конкурсов. Сложно было выбирать между музыкой. Родители хотели, чтобы я стала врачом. Но когда пришел момент, и когда я уже закончила музыкальную школу, а надо было решить этот вопрос, буду я продолжать заниматься или нет, я сказала, простите меня, пожалуйста, родители, но я не могу жить без музыки, потому что музыка – это вся моя жизнь. Всего в Люберцах 35 учреждений культуры. Только за прошлый год они провели более 22 тысяч мероприятий. В профессиональный праздник отличившимся сотрудникам вручили благодарственные письма и награды. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Ежегодно, вот уже на протяжении 16 лет, в стране отмечается День работника культуры. Музыканты, художники, актеры и хореографы принимают поздравления. Ведь эти люди посвятили искусству всю жизнь. А Люберецкий округ богат талантами. Об одном из творческих коллективов расскажет Анастасия Кладинова. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Екатерина Тюняева посвятила жизни хореографии. Творческий путь начала в детстве. С восьми лет занималась спортивно-бальными танцами. В двадцать ушла в современную хореографию. После чего окончила Московский государственный институт культуры. Но тогда еще не задумывалась о создании своего танцевального коллектива. Мне предложили работать в детском саду, ставить номера для праздников. Так мне это дело понравилось, что мы решили с родителями. Мы мечтали с родителями детей, с которыми мы выступали, что создадим свой коллектив и будем ездить по городам гастролировать. Вот так мечта оказалась реальностью. За десять лет вместе с учениками посетили Ялту, Казань, Сочи и множество других городов. Одна из самых запоминающихся поездок случилась в феврале этого года. «Жар-птица» приняла участие в фестивале в Санкт-Петербурге, откуда они привезли гран-при. Гран-при награждается, а также грантом на сумму 25 тысяч рублей, хореографический ансамбль «Жар-птица». Это прям вот очень запомнилось, отложилось вообще в памяти. Это было очень здорово. А перед выходом на сцену, я, наверное, чувствую мандраж, но уже он сейчас такой полегче, чем было в самом начале, когда я пришла танцевать. Танец – это искусство. Екатерина Тюняева со своими воспитанниками оттачивают мастерство в современном и эстрадном направлениях, а все постановки придумывает самостоятельно. Творческий процесс, он разный, да, бывает, услышишь какую-то музыку, она сразу наводит на мысль, бывает, какая-то ситуация жизненная приводит к этому. Например, у меня есть номер, куда идет время, на него навела ситуация, что все часы у меня шли по-разному времени. Так что, например, так рождаются танцы. Сейчас в коллективе занимается больше 70 учеников. Своим мастерством Екатерина охотно делится и со взрослыми, и с детьми. В культурно-досуговом центре под ее руководством – 7 групп, воспитанникам от 4 до 18 лет. Тут хорошие друзья, хороший педагог. Очень много чего научить. Мне тут очень нравится. За столько лет танцевальный класс – родной дом. Здесь Екатерина проводит большую часть времени. Ежедневные многочасовые тренировки – это не только работа, но и удовольствие. А за что вы любите своих детей? За моих детей. За возможность реализовывать свои какие-то желания, абиции, мечты. За то, что у нас такие прекрасные дети, такие прекрасные родители, которые мне помогают в этом, способствуют, всячески поддерживают. За возможность творчески развиваться, конечно же, ставить свои постановки. Мы, как птица, уголы, о какие, о какие! Людям круто танцевать, настроение поднимать! Анастасия Кладинова, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. В округе продолжается одна из самых масштабных реконструкций. Строительство обновленного стадиона «Торпеда» закончат уже в этом году. На каких этапах работы и когда же будет готов спортивный объект? Расскажем в сюжете. «Торпеда» – центральный стадион округа и одно из любимых мест люберчан. Нововведением на территории стало строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Сейчас рабочие завершают возведение монолитных конструкций здания. ФОК будет многофункциональный. То есть в нем можно будет заниматься футболом, волейболом, баскетболом, спортивными танцами, хореографией. Там будут залы также оборудованы для борцов, шахматистов. Я всего не перечислю. Конечно же, мы при открытии все это покажем. Самое главное, что вот этот спортивный центр в сердце нашего города, он будет обновлен на 100%. В начале мая рабочие приступят к обустройству футбольного поля. Для его использования в любое время года предусмотрен подогрев. Также установят спортивные тренажеры, беговые дорожки и отдельную зону для игры в волейбол. Подтрибунные помещения тоже полностью оборудуют. Там предусмотрены раздевалки, душевые и тренажерные залы. Трибуна рассчитана на 1558 мест. Внутренние помещения разделены на блоки для двух футбольных команд. В настоящее время где-то 25% выполнено. Работы предстоит еще очень много. Конструктив – это основа зданий и сооружений. Завершить строительство планируют в конце декабря. А открытие главного стадиона городского округа запланировано на начало 2025 года. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, Артем Морозов. Телеканал ЛРТ. В Люберцах реализуется благотворительная акция «Мечи детям». Ее проводят при поддержке российского физкультурно-спортивного общества «Спартак по футболу» и фабрики по производству спортивного инвентаря. Люберецкая лингвистическая школа стала участницей акции одной из первых. «Раз, два, три. Закончили. Хорошо. Руки назад. Шаг за плёстом голенью. Достаем пяточки, ладошки. Раз». Урок физкультуры во втором классе сегодня необычный. После разминки школьникам подготовили эстафету с элементами спортивных игр. Такие соревнования улучшают коммуникативные навыки учеников, учат работать в команде. Эстафета помогает развить скорость, выносливость, помогать другим и никогда не бояться, если у тебя что-то новое получается или не получается. Надо всегда стараться делать всё намного лучше. Мне физкультура очень нравится. Это, можно сказать, мой самый любимый урок. Теперь занятия физической культурой здесь будут проходить ещё интереснее и продуктивнее. Руководитель комитета РФСО «Спартак» по футболу Дмитрий Кудинов подарил лингвистической школе футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи. «Мы очень хотим, чтобы все потребности детей были закрыты. И недаром говорят, что в юном возрасте очень важно по методике, чтобы мяч был на каждого ребёнка. Так давайте просто сделаем так, чтобы было очень много мячей, и каждый ребёнок был и мог быть задействован в спорте». Более двухсот игровых и спортивных мячей уже презентовали семи школам округа и детскому саду «Кораблик». На этом боготворительная акция не заканчивается. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершён. Ещё больше интересных новостей можете искать в наших социальных сетях. И, конечно же, ждём вас у нас на сайте ЛРТ.ТВ. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова